В общем, он сказал мне, один из этих миллиардеров имеет очень большую позицию в биткоине. И этого парня здесь знают абсолютно все. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Информация, которая сейчас многих пугает, стала темой моего видео. Китайская полиция изъяла более 1% от общего объема биткоина, это очень много. И мне пишут, мол, неужели готовится дамп рынка? Скоро биткоин посыпется вниз, когда Китай начнет избавляться от конфискованных криптовалют. А я им отвечаю, вот как далеко сейчас они готовы зайти для того, чтобы накопить еще больше биткоинов. Также я покажу вам один интересный видеоклип, который подтверждает, что многие миллиардеры секретно покупают биткоин. Но начнем с этой огромной новости. В списке криптовалюты, изъятой китайской полицией, был не только биткоин. Там было огромное количество другой криптовалюты. Почти 200 тысяч биткоинов, то есть 1% от всего циркулирующего предложения монет. Это очень много. Более 800 тысяч эфиров, это 0,73% от циркулирующих монет. 1,4 миллиона лайткоинов, 27,6 миллионов ИОС, почти 5 миллионов XRP и более 6 миллиардов доги коинов. Все это было конфисковано китайской полицией. Объем конфискованной криптовалюты очень большой, но давайте я объясню всю ситуацию. Как же это произошло, откуда столько крипты? Все эти монеты на сумму более 4,2 миллиардов долларов были изъяты из мошеннической схемы по типу пирамиды Пластокен. Однажды мы уже задевали тему этой огромной пирамиды на этом канале. Так что Пластокен фактически украл всю эту криптовалюту у людей в прошлом году, а Китай конфисковал это у мошенников на этой неделе. Пластокен начал свою деятельность в мае 2018. Они рекламировали себя, как уже известно, в роли несуществующей криптоуправляющей торговой платформы. Они предлагали пользователям очень привлекательные ежедневные выплаты, но для того, чтобы получать их, нужно было положить на депозит как минимум полтысячи долларов США в криптоактивах. Они были настолько огромными, что если бы CoinMarketCap запостил их у себя, они бы занимали третью позицию сразу же после биткоина и эфириума по рыночной капитализации. Так что эта рекордная замануха под названием Пластокен просто гарантировала прибыль, и все, что вам нужно было делать, это отдать им свою крипту. Так и случилось, и именно так они набрали весь этот гигантский объем криптовалюты и стали криптопирамидой номер один по размеру. Мошенников арестовало китайское правительство, а теперь у Китая наконец-то есть и оставшиеся от этой пирамиды средства. Интересно было бы придумать способ как-то вернуть вкладчикам в эту пирамиду их деньги, но Китай выбрал вариант попроще. Изъятые цифровые валюты будут обработаны в соответствии с законом, а выручка и прибыль от операций будет передана в национальную казну. Очень подозрительная формулировка, и многие начинают ожидать чуть ли не дамп всего крипторынка, как только Китай начнет избавляться от конфискованной криптовалюты. Что я думаю? Я думаю, что в принципе ничего не изменилось и паниковать нет смысла. Мы уже видели продажи биткоинов, принадлежащих МТГокс. Мы видели продажи даже тех биткоинов, которые принадлежали и Пластокен в том числе. Каждый раз все паниковали. Но посмотрите, что происходит сейчас. От тех продаж на рынке не осталось ни следа. Более того, спрос повышается так, что биткоинов даже не хватает. Учитывая то, что биткоиновые балансы на биржах рекордно снижаются, такие парни, как PayPal, выкупают около 70% новонамайненных биткоинов, о чем я уже говорил в своих видео. На самом деле с конфискацией еще одной пачки биткоинов от Пластокен ничего особо не поменялось. Вот визуализированный объем биткоинов. Каждый квадрат означает 1000 биткоинов. Это более 2 миллионов биткоинов на различных биржах. Это 1,7 миллиона биткоинов, так называемых зомби монет. То есть просто потерянных навсегда, либо же тех, которые не двигались со своих кошельков уже очень долгое время. Еще около 500 тысяч находятся в биткоинтрасте Grayscale. Около 300 тысяч монет в год добывают майнеры. И вот эта небольшая диаграмма, это изъятые из мошеннической схемы Пластокен биткоины. Суть в том, что для нас, как для холдеров биткоина, эта новость не принесла существенных изменений. Разница лишь в том, что теперь мы видим, как Китай пытается намеренно распространять неправдивую информацию. На тот случай, если вы не очень поняли, о чем идет речь, Китай намеренно опубликовал главные новости в то время, пока в США все спят. Потом он использовал местные биржи, получил прибыль и накопил биткоин подешевле. Вот такая история. Думаю, она еще получит свое продолжение, обязательно найдет себя в новом видео на моем канале. Знаете, почему 2020 год такой классный год? Вы скажите, Дик, какой же он классный, посмотри, что происходит вообще. На самом деле, я говорю совершенно не об этом. Сейчас мы можем получить доступ ко всей информации на планете. Например, мы можем приобщиться к разговорам и мыслям миллионеров и миллиардеров. Мы даже можем, если очень сильно постараемся, найти некие инсайды от них, которые многие пропускают. Вот, например, филантроп, миллионер и так далее Билл Пульт. Три дня назад проводил прямую трансляцию Перископия. И если бы не Перископ, не интернет, не развитие коммуникации в 2020 году, мы бы даже не узнали, что миллиардеры сегодня покупают. А покупают они биткоин. И это не мои слова, это инсайт от самого Билла. Хочу отметить, что его семья основала Пульт Групп в 1950 году. Сейчас этот строительный гигант стоит около 10 миллиардов долларов. Так что Билл это очень серьезный человек с очень серьезными связями. Давайте посмотрим отрывок из его Перископ-трансляции. И я его вам переведу по мере своих скромных возможностей. И помните, это инсайт на миллиардерском уровне. Или как это правильнее сказать? На уровне миллиардеров? Я говорил по телефону с очень известным миллиардером. Множество из вас, скорее всего, его знают. И, кстати, это не совет. Я просто даю вам информацию, поэтому, пожалуйста, не инвестируйте в биткоины за меня. Короче, говорил я с миллиардером. И он сказал мне, Билл, ты же понимаешь, что есть 30 миллиардеров, которые уже в биткоине, и которые не признались в этом публично. Они не выступали и не говорили, мол, я зашел в биткоин. Я сказал, да ладно? А он ответил, вот так-то. А затем добавил, а знаешь, у кого самая большая позиция в биткоине? У кого же? И он назвал мне имя. Если бы здесь не было так много людей, я бы его озвучил. Но здесь 50 тысяч человек. В общем, он сказал мне, один из этих миллиардеров имеет очень большую позицию в биткоине. И этого парня здесь знают абсолютно все. Интересно, кто же это? Илон Маск? А вдруг Дональд Трамп? Я не удивлюсь даже, на самом деле. Не так уж и много миллиардеров есть, и 30 из них инвестировали в биткоин. 30 из них. Когда публично, биткоин поддерживает лишь несколько. Следите за тем, что они делают. Ну, вы в курсе. Напишите в комментариях, кто же это может быть. Я показал вам этот видеоотрывок из перископа миллионера, чтобы вы поняли. Умные деньги, большие деньги знают, куда движется этот рынок. Куда движется биткоин. В этом направлении криптовалюты я был уверен с самого начала. Именно поэтому я создал этот канал. Чтобы донести эту идею в массы. Чтобы больше людей раскрыли глаза и увидели, что происходит в финансовом мире. А от вас я прошу лишь лайк и подписку. Это ваше участие в нашей общей совместной миссии. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok